Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Жизнь течет, а меняется ли представление о грехе? Тут ответить на него можно двойным образом. У кого-то оно меняется, представление о грехе, а сам грех и представление церкви о грехе не меняется. Действительно, была такая некоторая теория догматического развития, что вот люди осмысляют некоторые опыты, они больше понимают и о Боге понимают, и, наоборот, о грехе больше понимают. Нет, в Священном Писании дано все необходимое. На все времена будет оно актуально, вот еще, может, миллионы лет, если Господь будет терпеть нашу жизнь, наши грехи, и пока не будет, еще не придет судить мир, то точно так же будет актуально Слово Божие и будет применимо к любой эпохе. По сути, когда мы читаем Евангелие, мы его толкуем и стараемся понять, как в наши дни, вот сейчас, в начале 21 века, тот или иной стих евангельский или из посланий апостольских или библейский ветхозаветный текст применить, и находим этому применение. Почему этот вопрос возник? Это действительно вопрос, мне он понравился, потому что, ну, как-то вот переосмысляется, особенно и на Западе, ну, не только на Западе, но, увы, и у нас, то, что на Западе, это просто как-то более на витрине, что, ой, ну, в принципе, уже там садомия, мужеложство, это уже вроде там и не грех, да, уже как-то, причем берется тоже, Библия толкуется, вплоть до каких-то кощунственных вещей, ой, Господь там с апостолами возлежал, ужас, ужас, что там люди придумают. Это действительно сидят, богословы записывают видео, выступления, все это публикуется, распространяется. Но мы берем и должны не вырывать какие-то слова из Евангелия, а должны распринимать Священное Писание во всей его полноте, потому что именно в полноте и в Духе Истинной, в Духе Святом только мы можем понять, как нам приблизиться Богу, стать подобным Ему, потому что в подавлении Христу находится наше спасение. И вот много говорится о грехе, о его преодолении в Священном Писании, это посвящено изрядной части его. И поэтому сложно выбрать, какую цитату привести в ответе на этот вопрос. Но вот мне больше всего понравился отрывочек один из нескольких стихов из Первого Послания Апостола Евангелиста Иоанна Богослова, не в Евангелии, а именно в Первом Послании его, где он пишет в Третьей главе. Давайте прочтем отрывочек с 4 по 6 стих. Там можно и дальше читать, но пока ограничимся, остальное самостоятельно прочтите, пожалуйста. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он, Христос, то есть, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Очень важный алгоритм. Так, может, путано немножко звучит, поэтому, правда, полезно после просмотра ролика нашего заглянуть в текст Священного Писания и глазами все-таки опереться немножко на вот эти святые слова, потому что грех — это не просто вот что принято в обществе, какие-то традиции. «Ой, у нас так принято, ой, у нас так делают, да ладно, это что тут такого, да и ладно, это там совсем все устарело». Не играет это никакой роли. Что грех он за 10 тысяч лет до Рождества Христова, что грех он 10 тысяч лет после Рождества Христова, разницы никакой нет, потому что есть точка отсчета абсолютная — это Христос. Потому что кто пребывает во Христе, кто со Христом соединяется, во Христе нет места греха, и человек от греха отделяется, очищается, он должен его бросить. А тот, кто вот в этом беззаконии укореняется, он может быть обманут сатаной, и он может сказать, нет, я во Христе. Но апостол-авангелист Иоанн Богослов что говорит? Нет, такой человек не знает, не видит Христа. Он его не видел, он не понимает. То есть вот правда человек может считать себя христианином и думать, да нет, это не грех. Причем что тут говорить, там ругать, там Запад, какие-то эти однополые браки или еще что-то. Ну, например, человек просто банально, каждый из нас злится на кого-то, раздражается, или даже мстит, и да нет, это по справедливости. Вот, ну это так надо. Вот, ну может не очень хорошо, но ничего, вот в такой-то ситуации вроде и не грех. Нет, все равно грех. Все равно грех, любой грех, который делает тебя непохожим на Христа, уже с Христом несовместим. И наоборот, когда ты стараешься Христа под свои грехи подогнать, ой, Христос там брал бич, прогонял торгующих из храма, значит, и я тоже могу взять кого-то прогонять и бить еще там нагайками, да? Ну, конечно, нет, ни в коем случае, потому что здесь Господь никакого кнева не проявляет, и Господь не бьет людей, но показывает, показывает некоторые направления движения. В принципе, если мы посмотрим, даже некоторые отвлеченные, вот там, да, есть традиционные ценности, есть либеральные ценности, но все равно и в традиционных ценностях мы смотрим, ой, вроде, да, как-то надо там святость брака хранить, но при этом аборты разрешены. И спокойно там по миллиону в год русских людей убивают, и никто не говорит о том, что как-то это с традиционными ценностями не сочетается. Потому что никакие конструкты неконсервативного направления, нелиберального направления, потому что в либеральном тоже там же много, можно сказать, такого благочестивого, вот эта свобода, да, она нам от Бога, и тоже это очень хорошие и правильные слова, да, что и про послушание, и про свободу, это все христианство, и про любовь, действительно, и про справедливость, это тоже все христианство. Но, тем не менее, мы отчитываем от Христа. Если даже поменялась вся ситуация, если поменялась политические предпосылки, если даже общество нас говорит и учит, да нет, нормально, все хорошо, это можно, это разрешено, а что ты оглядываешься назад и смотришь в Средние века, надо говорить, не смотрю в Средние века. В Средних веках были страшные традиции, да, там, ну, какое-нибудь правило первой ночи у средневековых феодалов. Что мы говорим, Средние века — это святое время? Ни в коем случае. Мы оборачиваемся только на Христа, и не на время, когда Христос жил, потому что предать своего Спасителя, распять его на кресте — это тоже отнюдь не добродетель, это тоже страшное время, время страшных человеческих грехов. Но, тем не менее, Христос, вот это, как помните, первые слова уже вот того же евангелиста Иоанна Богослова, но уже не из его послания, а из его Евангелия, да, которую мы читаем на Пасху. «И свет во сне светит, и тьма его не объяла». Как бы ни сгущалась тьма, как бы она не меняла свою конфигурацию, насыщенность, как бы она чуть-чуть не переходила в некоторую серость, то есть немножко светом просвещалась, все равно это тьма, все равно это грех, все равно это не Христос. Но вот есть Христос, и всегда никакая грязь к нему не прилипнет. Поэтому главная задача человека, который не может понять, где вот эта граница между грехом и его отсутствием, правда, вести жизнь в таинствах Церкви, потому что, соединяясь со Христом, очищая свою душу покаянием, причаясь святых христовых тайн, мы получаем мистическую силу, вот эту таинственную силу. Таинственную силу не в смысле больше там тяжести поднимать, да, или работать эффективнее, или здоровье лучше. Нет, ничего это не гарантирует нам Господь. Но Господь нам показывает, вот я пришел внутрь себя, оглянись, все ли внутри себя у тебя такое же чистое, как я, пришедший в тебя, или что-то надо исправить. Все ли вокруг тебя, это то, к чему можно прилепиться или согласиться, или от чего-то надо дистанцироваться. Поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, конечно, грех останется грехом всегда, потому что грех, как мы помним по-гречески, амортия, это промах. Когда ты пытался пойти по пути истинному, ко Христу, но промахнулся. Может, уйдешь где-то рядом, но идешь все-таки не рядом с Ним, а уже на некотором отдалении. А надо возвращаться, соединяться с Ним. Христос протягивает нам свою руку и ждет нас в Царстве Небесном. Редактор субтитров А.Семкин